МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Задайте свои вопросы нашим гостям. Ну и, конечно же, просто выскажите свое мнение. Сегодня будем говорить о фестивале французской культуры, который совсем скоро стартует у нас в Самаре. Французская осень. Очень романтичное название. И, собственно говоря, мероприятия, которые предлагают вам организаторы, тоже не менее романтичные, не менее интересные и завораживающие. Что ж, что это будет? Кто организатор? Ну и, собственно говоря, когда ожидать наступления французской осени в Самаре? Сейчас узнаем от наших гостей. Представляю вам их, знакомы уже многим, но мы всегда рады их видеть у нас в студии, потому что действительно те вещи, о которых они рассказывают, это всегда интересно. Что ж, Тибо Аюн, директор Альянса Францесса Самара. Здравствуйте. Бонжоу. Рядышком расположилась Юлия Гореева, практически человек, который делает очень многое, я так понимаю, правая рука. Есть такое, Юлия? Ну, а на самом деле координатор культурных проектов Альянса Францесса Самара. Здравствуйте. Ну и еще один гость, Михаил Куперберг, директор киноклуба «Ракурс», с невероятно звучной фамилией. Здравствуйте, Михаил. Добрый день. Давайте сначала раскроем все-таки самое интересное для наших телезрителей, когда ожидать наступления французской осени в Самаре? Итак, фестиваль «Французская осень» начнется в Самаре 28 сентября. Это будет также открытие фестиваля французского кино. Как долго продлится? То есть, и зима тоже захватывает. Вторая французская осень, переходящая в плавно французскую зиму. Есть такое? Для французов это настоящая французская осень, потому что осень начинается 21 сентября и заканчивается 21 декабря. Это фестиваль, который поглотит Самару. Разные площадки, разные мероприятия, правильно? Да, действительно, мероприятия фестиваля проходят совершенно в разных местах, потому что мы хотели предложить зрителям, публике очень разнообразный, так скажем, эклектичный фестиваль, который будет состоять из множества разных событий. То есть, для того чтобы дать окружающийся, будет фестиваль, который будет проходить в Доме Актера, с киноклубом Ракурс и в Галерея Виктория. Будут проходить также Дни гастрономии, Дни французской кухни и Дни Божоле-Нуво в ресторане Атель Ибис. В Театре Самарте пройдут французские спектакли. Это будет 3 и 4 октября. Мы в этом году. Нет, я думаю, что вы можете... Есть еще одна конференция, 2 октября, которая будет проходить в Музее Модерн. В Музее Модерн, в рамках приезда театральной тропы, состоится также встреча с актерами, математиками и режиссером. Вот, это такая конференция интересная, с человеком, который будет выступать, он имеет очень разные увлечения и профессиональные деятельности, очень разнообразные. Это будет интерактивная такая встреча. Конечно, это будет переведено на русский язык. Это будет переведено на русский язык, так как у него нет, так скажем, поводов для того, чтобы извиниться и не прийти. Таким образом, есть все фильмы, которые Михаил будет говорить. И будет также целый фестиваль кино, о котором расскажет, наверное, более подробно Михаил. И будет концерт в Театре Опере и Балета. 16 ноября. 16 ноября. 6 ноября, он будет концерт на филармонии, органист. 6 ноября, он будет концерт органист. Наджи Хаким. Его зовут Наджи Хаким. И будет также танцевальный фестиваль, 3 декабря. Таким образом, у нас есть франко-русс, с франкоруссом, у нас есть франкорусс. Совместно с Театром танца Скрим, который базируется в Самаре. И мы вас приглашаем также туда. И будет также литератур, потому что, в 23 ноября и 30 ноября, мы пригласим, с францами, которые будут предложить конференции и мастер-классы в Сан-Мара, в Библиотеке Регионале. И будет также много мероприятий, которые посвящены литературе. В частности, 23 и 30 ноября, мы принимаем здесь французских авторов, которые будут встречаться с публикой. И завершающим событием этого фестиваля будет выставка, которая пройдет в галерее Новое пространство. Будет она проходить с 8 декабря по 19 декабря и будет посвящена такой теме интересной «История Франции в рекламных афишах». Хорошо. Так, действительно, сейчас рассказали практически всю программу. На каких-то мероприятиях заострим внимание свое в процессе нашей передачи. А для начала, наверное, всем нашим телезрителям, для того, чтобы понимать, типа сразу же, с первого слова, без переводчика, действительно хочется выучить иностранные языки. Спросили мы у жителей города, необходимо ли вообще сейчас учить иностранные языки. Либо есть какие-то электронные переводчики, какие-то книги, быть может, которые помогают нам как-то беспрепятственно понять нашего иностранного собеседника. Давайте посмотрим, что же они нам интересного ответили. Иностранный язык неплохо иметь. Сейчас вон и возраст люди, компьютером обладают, и все. Все-таки это самоусовершенство начинается. Нет, я думаю, что это неплохо. Да, необходимо. В наше такое перспективное будущее необходимо знать несколько языков. Сам пока не владею, но на будущее думаю. Конечно, да, обязательно. Я английский учу сама. Мне английский нравится, испанский еще хотел бы учить, и французский. А зачем такая необходимость возникает? Почему? Ну, чтобы развиваться, не только вот русский. И потом на заграницу, если поехать, то везде практически английский, чтобы можно было пообщаться. Ну, конечно, в нашем веке без иностранного быть. Все молодежь должна, и желательно, вообще несколько языков в школе изучать. А сами каким-нибудь языком владеете? Извините, нет. Не училась в английской школе в свое время. Я пенсионерка. В то время не училась. Я думаю, что какой-то минимальный объем знаний необходим. Сейчас очень многие ездят на курорты, не только российские. И помимо того, что не стоит показывать себя со стороны незнания. Все-таки лучше и для своего развития, и для общения в незнакомой стране знать. Хотя бы здравствуйте, и как пройти туда-то. И для избежания всяких разных неприятных ситуаций тоже, я думаю, желательно. Ну, я считаю, что да, надо учить, если так. А ситуации бывают разные. То есть, ну, в нашем городе можно встретить как бы иностранцев и также им помочь. Но я сам, к сожалению, не владею, но как бы был бы рад бы научиться. Ну, вообще, как бы по-хорошему, да, необходимо знать, развивать себя, языки, чтобы не только вот там на русском, а поехал, допустим, за границу, да. Мало же кто общается с тобой на вдвоем родном языке. По-хорошему, да, английский выучить было бы неплохо. Английский было бы выучить неплохо, но мы сегодня говорим именно о французской культуре. Учим немножечко французский язык, но, по крайней мере, пытаемся на слух воспринять сказанное нам нашим гостем. Ну, а я хочу задать вам вопрос, который, собственно говоря, очень подходит к теме нашего сегодняшнего эфира. Связан он именно с французской культурой, как зовут французского Деда Мороза. 202.11.22. Этот легкий вопрос принесет вам сертификат на 500 рублей в кабинет красоты Татьяны Храмовой. Ответите верно, получите именно этот подарок. 202.11.22. Ну, а я продолжаю терзать вопросами наших сегодняшних гостей. Говорим о французской осени и уже сказали, что французская осень откроется именно фестивалем французского кино. Правда это? Михаил, вам слово, расскажите, пожалуйста, впервые ли в Самаре проходит такое мероприятие? Французское кино? Либо уже зарекомендовал среди зрителей? Уже не в первый раз. Мы и до появления Альянс Французской Самаре проводили самостоятельный фестиваль французского кино. Где-то начиная с начала 90-х годов. А вот сколько Альянс Французской Самаре? 15? В следующем году будет 15 лет. 15 лет. Вот все 15 лет мы проводим... У нас вот номера нет французского фестиваля. Как-то вот не сложилось. А так у нас каждый год, ну вот больше 10. Может быть, не каждый год у нас были фестивали. Может быть, первые несколько лет мы не проводили. Я сейчас уже не помню. Но больше 10 фестивалей. И каждый год мы... Какое-то время назад мы проводили их весной. Но вот последние годы уже традиция осень. И даже порой мы свой сезон киноклуба «Ракус» начинали с открытия фестиваля французского кино. То есть совмещали два открытия. В прошлом году у нас была такая история. Вот. В этом году чуть-чуть позже. Но вот фестиваль, я надеюсь, зарекомендовал себя. На самой лучшей стороне. Какие-то фестивали проходили чуть лучше. Какие-то просто очень хорошо. Какие-то, может быть, чуть хуже. Ну, все зависело даже не столько от фильмов. Потому что на всех фестивалях, мне кажется, мы программу сочиняли достаточно ровную всегда. Она всегда была хорошая. Ну, с нашей точки зрения, с киновейческой точки зрения. И в этом году мы решили назвать фестиваль «Эммануэль Дево и другие». По аналогии с предыдущими фестивалями у нас были фестивали «Изабель Юпэр и другие», «Сандрин Боннер и другие», «Алин Ренея и другие». Вот. И в этом году вот «Эммануэль Дево». Давайте посмотрим с вами сразу под наш разговор афиши фильмов, которые будут показаны в фестивале. Собственно говоря, мы уже поняли, по какому критерию были отобраны эти фильмы. Сейчас смотрим. Так, афиши фильмов. Кино. Если есть у нас такая папочка фильмы, то тогда как раз сейчас и посмотрим. Так, вот оно в эфире. Правильно, Михаил? Да, это вот тот фильм, с которым мы начинаем фестиваль. Будете начинать, открывать фестиваль. А фильмы будут все-таки на французском языке, либо с субтитрами, либо на русском, и просто будем изучать французскую культуру? Нет, они обязательно показываются на французском языке с русскими субтитрами. Все фильмы. Но все-таки, быть может, из опыта других лет, да, быть может, сейчас как-то предполагаете, общаетесь с теми, кто собирается на ваш фестиваль. Собираются именно говорящие на французском языке, либо те, кто, может быть, хочет познать, вообще не понимает французский, но хочет прийти. Как вот распределяется? Ну, тут, наверное, так мне кажется, большая часть все-таки придет тех, кто не говорит на французском языке. Не говорят. Большая часть. Или, может быть, половина. А, конечно, часть людей, которые учатся в Альянс Французскому языку, уже много лет Альянс Французск проводит обучение французскому языку самарских людей. Поэтому, конечно, уже много зрителей и киноманов уже, я надеюсь, и знают французский язык в той или иной степени. Слушайте, ну это замечательно. То есть, не ожидаем мы маленькое количество людей, французскоговорящих, нет, ни в коем случае. Нет, французское кино, ну, может быть, сейчас, там, в последние 20 лет, по сравнению с советскими временами, когда французское кино, наверное, было из зарубежных кинематографий, самая популярная кинематография, на французское, итальянское. А сейчас, наверное, все-таки не самая популярная, к сожалению. По разным причинам, ну, доминирует все-таки американское кино, англоязычное кино, да. И вот даже в том опросе мы услышали, да, люди хотят изучать английский или испанский прозвучало, французский не прозвучало, к сожалению, да. Но мы, Киноклуб Ракус, традиционно показываем много французского кино, и не только на фестивале, а и в течение года, и новые фильмы, выходящие в прокат, и фильмы, посвященные каким-то юбилеям, классику мирового кино и, соответственно, французского. В общем, поддерживайте, поддерживайте это искусство. Обязательно. Конечно, это одна из лучших кинематографий. Вот мнение эксперта, пожалуйста. Французское кино – одно из лучших в мире кинематографов. Родина, родина кинематографа. И там продолжают работать великие мастера, такие как Жан-Люк Гадар, например, которому уже за 80, а он замечательно работает. Или вот мы покажем последнюю картину, к сожалению, ушедшего через несколько, буквально недель после премьеры, Ален Рене, один из великих режиссеров мирового кино, «Любить, пить и петь» называется его картина, последняя. Он ее снял в возрасте 90, ну, в общем, за 90 ему было. Стоит отправиться. Какие-то даты, быть может, расскажем чуть-чуть попозже. У нас есть звонок от нашего телезрителя, который хочет поделиться своими знаниями французской культуры. Здравствуйте, вы у нас в эфире. Нет, к сожалению, у нас звонок улетел. Но, уважаемый телезритель, мы до сих пор разыгрываем сертификат на 500 рублей в кабинет красоты Татьяны Храмовой. Если ты знаешь ответ на мой вопрос, как зовут французского Деда Мороза, звоним 202-11-22, сертификат достанется именно тебе. Что ж, ну, я так понимаю, то, что не только киноклуб «Ракурс» будет принимать фестиваль французского кино, но разбитые площадки, правильно? Не только Дом актера. Не только Дом актера, извините, пожалуйста, да. Мы работаем в Доме актера вот уже больше 20 лет. Но третий год мы работаем еще и в галерее «Виктория». У нас там лекции по кино, по истории кино. И вот мы решили, в прошлом году уже был такой опыт, американское документальное кино мы показывали в галерее «Виктория». Это хорошее, интересное пространство, в котором по-новому может прозвучать кинематограф. И такие достаточные... На этом фестивале будут фильмы, ну, и как бы обычные картины, ну, традиционные, повествовательные картины. Вот Семен-Эль Деву, например. Такое психологическое французское кино. Но есть несколько фильмов, которые являются экспериментальными все-таки в области развития киноязыка. И вот те фильмы, которые являются такими необычными картинами, вот они будут в галерее «Виктория». Там пространство такого... Все-таки, да, оно действительно пространство. Открытого, дискуссионного кинематографа. Михаил, должна вас прервать, дабы, чтобы не упустить звонок от нашего телезрителя. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, деда Александр. Александр, очень приятно. Скажите, пожалуйста, были ли вы во Франции? Вообще, знаете ли французский язык? Ну, я не знаю его, но я знаю, как зовут Деда Мороза. Слушайте, ну это уже хорошо. Давайте будем с вами понемножечку так изучать его. Как же зовут коллегу Деда Мороза, нашего русского, только во Франции? Ну, папа, но есть. Есть, есть. Вот, пожалуйста, мотают головой. Действительно, есть правильный ответ. Для кого выигрывали сертификат в кабинет красоты? Сами отправитесь, либо, быть может, девушка, жена? Естественно, жена. Естественно, жена. Жене об огромный привет, муж ее молодец, знает, эрудированный. Ну, и заботится о ее красоте. Хочет, чтобы она его радовала какими-то интересными, прекрасными такими процедурами, да? Есть такое? Что ж, хорошо, спасибо большое вам за звонок. Спасибо, что порадовали нас своим ответом, правильным ответом. Всегда радуюсь, когда телезрители отвечают верно, потому что очень приятно раздавать подарки. Это точно. Вы наверняка поддержите меня, потому что подарки, а именно творческие подарки, потому что Альянс Францесс дарит очень много творчества в Самаре. Приятно раздавать, да? Приятно, Юрис? Да, приятно, конечно. Приятно, хорошо. Так, что ж, я предлагаю немножечко нам переключиться. Для этого давайте посмотрим с вами небольшой сюжет, в какой стране хотели бы побывать жители нашего города. Быть может, подключить Франция, быть может, уже Франция отмечена на карте, что побывали. Давайте посмотрим, а после возвращаемся в студию и проговорим о программе международного фестиваля поподробнее. Слушайте нас и смотрите. Франция, где тепло на Кубах хотелось бы. Честно говоря, в Австралию, наверное, почему-то вот так вот. Вчера видела на компьютере у девушки одну и такую шикарную картинку из этих мест. И вот захотелось почему-то туда. Больше бы хотел поехать по России, да, и посмотреть наши места. Потому что, ну, человек должен сначала познать свою страну, правильно? Лучшие ее места. Побывать везде, познать культуру. А потом уже можно смотреть за границу. Поэтому я как-то предпочитаю отдых в России больше. В Таиланд. А почему именно в Таиланд? А там тепло. И народ красивый, и дружинный. Гималай. Еще. А почему именно Гималай? Ну, потому что там самая высокая вершина на планете. Ну, может быть, еще по нескольким вершинам, которые на планете есть. И Северный Польс. У детства. Есть такая страна прекрасная. Вы ее не оцениваете пока. Постарше будете оценивать. Это прекрасная страна. Страна детства. Ой, ну, наверное, в какую-нибудь теплую. Куда-нибудь. Тунис, например. Тепло. Солнце. Ни в какую. Ни в какую. Я хотел бы остаться здесь. А я за границей не был никогда. И мне интересно в любое место было бы съездить. Я, скорее, бы посидел лучше, думаю, Америку. Везде. Съездил вместе, возможно, в плане. Что ж, мы уже выяснили, что в рамках фестиваля «Французская осень» состоится фестиваль французского кино. С 29 сентября пройдет этот фестиваль по 27 октября. Целый месяц будет радовать Самара вас с интересными фильмами из Франции. Что ж, а сама, собственно говоря, афиша, где, какое кино, во сколько начинается. Я думаю, можно как раз посмотреть на сайте «Альянс Французская» все это есть. Потому что сейчас перечислять не будем. Увидели мы афиши наших фильмов, узнали, о чем будут, какие, что ожидать. А на какой же сеанс прийти именно вам, дорогой телезритель, решайте, заходя на сайт «Альянс Французская» и выбираем. Так, давайте дальше по программе. Что еще вот такого АХАО состоится у вас? Очень интересного. Так, я думаю, что все мероприятия будут интересны. На мой взгляд, все мероприятия очень интересны. Это замечательно. Но, если говорить уже конкретно о каждом мероприятии, о каждом событии, то французские спектакли, это то, что стоит посмотреть, и я скажу почему. Если говорить об этих спектаклях, нужно сказать, что это моноспектакли, которые сыграны актером. Его зовут Станислас Ракет, и это очень интересный человек, он очень динамичный. В первом спектакле речь идет об искусстве, а во втором спектакле, который называется «Что есть время?», речь идет о времени, которое проходит. Оба спектакля очень интересны, и в них присутствует и динамика, и экспрессия, и юмор. Конечно, если говорить о том, что в данном случае речь идет о моноспектаклях, то есть играет спектакль всего один человек, здесь все-таки нужно отметить, что это человек, актер, который своей игрой занимает все пространство. И поэтому это будет интересно без всяких сомнений. И то, что интересно, это также то, что после спектакля будет проходить также дискуссия с публикой, то есть можно будет задать вопросы, даже на русском языке, мы обязательно переведем. И люди смогут задать все вопросы, которые у них возникли по ходу просмотра спектакля. Вот мы как раз видим афишу о мероприятии, о котором сейчас и рассказываем. Смотрите, записывайте, читайте, чтобы не только на слух воспринимать, но и визуально. Смотрите, переписывайте время, приходите, милости просим, если вас заинтересовало это мероприятие. Ну и для тех, кто заинтересовался. Если вы заинтересовался этими спектаклями, будет, наверное, интересно сходить также на встречу с ассистентом режиссера, который пройдет накануне, 2 октября в Музее Модерна. И очень интересный угол зрения будет продемонстрирован на этой встрече, потому что сам артист, который будет вести эту встречу, он очень поливалентный. Он и математик, он и актер, он и режиссер. И встреча будет проходить на тему теории игр. Это будет интересно. Чтобы поговорить о другом событии, есть «Семене для гастерономии», который интересует другим аспектом французской французской. И если говорить о гастерономии, то начиная с 28 сентября, в ресторане «Отель Ибис» можно будет попробовать блюда французской кухни. Это будут дни, которые посвящены отдельным каким-то блюдам. И там вы сможете попробовать лучшие из них, насладиться вкусом французских блюд. Если говорить о французской кухне и французской гастрономии, это не только дегустация блюд, но это еще и способ узнать больше о культуре, потому что это еще и особое общение на тему гастрономии. Как и французской гастрономии, мы также увидим, что в 6 ноября у нас будет концерт «Камерные музыки». Это уже традиционное мероприятие. 6 ноября, да? Нет, мы говорим сейчас про 16-е. 63-е балета будет мероприятие 16-го, а 6-го это будет филармония. Да, я верси. 16 ноября, это будет филармония, это будет филармония, пианистка и вокалистка, которые приедут с концертом и предложат интересную программу. И, чтобы верить в 6 ноября, будет филармония, который будет играть в филармонии, который будет играть в филармонии. А 6 ноября, он пройдет концерт французского органиста, его зовут Наджи Хаким, это будет филармония. Лоргия является очень популярным в Франции, потому что французской гастрона будет освободить филармонию, и большинство католики – это будет филармония. — Во Франции орган — это очень популярный инструмент, потому что на территории всей страны располагается большое количество церквей, а в церквях обязательно находится орган. И, соответственно, если есть орган, есть музыкант, который на нем играет. — Вот, и поэтому мы принимаем каждый год французских органистов. — Слушайте, ну это очень интересно. Я бы сама первым делом отправилась, буду ждать этого мероприятия. Это действительно очень интересно, послушать настоящую органную музыку. — Во Франции можно слушать концерты органной музыки, в частности, в церквях, и когда слушаешь эту музыку в такой обстановке, это дает очень интересные ощущения и создает неповторимую атмосферу. — И если уж говорить о том, что будет происходить на сцене в ходе этого фестиваля, хотелось бы сказать несколько слов о танцевальном спектакле, который поставлен французским хореографом. — И речь здесь идет о спектакле, который уже был создан. Он был создан во Франции французским хореографом. Ее зовут Мо Ле Плядек. — Но в рамках этого проекта происходила настоящая совместная работа между французским хореографом и самарскими танцорами, представителями театра танца «Скрим». — И уже в течение 15 дней, театр танца работал под руководством хореографа для того чтобы ставить этот спектакль. — И до премьерного показа будет также предусмотрен период из 15 дней по совместной постановке с тренировками. — И это действительно совместный проект, потому что ставится он с русскими танцорами, французскими хореографами. И этот проект будет также продемонстрирован и в других городах России. Спектакль будет показан на фестивалях и конкурсах в Екатеринбурге и в Москве. — Слушайте, это действительно доказательство дружбы России и Франции. То, что вот, пожалуйста, не только дружба политическая, но и культурная, талантливая дружба. Есть такое. Талантливые люди, мне кажется, они объединяются, неважно в какой стране они живут. Если они действительно талантливы, если они дышат одним, если у них какая-то общая цель, они очень многое могут сделать. Это верно. — И здесь вы, по сути, изложили всю философию того, что прячется за нашими действиями. — Потому что Франция и Россия, культурно, очень много общей, много общей, много вкусов, много вкусов для другого. — Потому что Франция и Россия имеют очень много похожего. Они имеют большой интерес к культурам другой страны. У Франции к России, у России к Франции. — И это правда, что мы увеличиваем максимум количество spectacles, где есть франко-русс, где есть встреча, где есть встреча. Это не только что приехать, чтобы показать что-то. — Францы тоже всегда могут общаться с людьми, встретиться с людьми, встретиться лучше. — Поэтому мы стараемся делать такие проекты, в которые вовлечены обе стороны, и французская, и русская стороны, чтобы это был совместный проект. И очень часто мы предлагаем также встречи, потому что французы, артисты, которые приезжают, они хотят не только показать свои таланты, они хотят вступить вот в такой некий обмен с русской публикой. — Перенять какие-то интересные моменты другой культуры. — Есть у нас еще один вопрос для наших телезрителей. Давайте как раз сейчас его озвучим. Какая река самая длинная во Франции? 202-11-22. Билеты в кино достанутся именно тому счастливочку, кто первый ответит на этот вопрос. И быстрее всего наберет номер 202-11-22. — Что ж, филармония, самарта, театр оперы и балета, куда предлагает нам отправиться фестиваль «Французская осень». Вообще спросили вопрос, задали вопрос у наших жителей, а часто ли вы бываете в театре? Давайте посмотрим, что они ответили. — В театр я ходить очень люблю. Но в Самаре, к сожалению, не очень часто по разным причинам. Но в основном я хожу на приезжие, на гастроли приезжие. А так, когда бываю в других городах, в Петербурге, еще где-то очень люблю. — В последнее время в Апище, в принципе, не посещаю театры. Ну, как бы сейчас учеба времени нет. — Ну, по возможности, конечно, но театр посещаю. Если есть такая возможность, люблю. Это дело хорошее, прекрасное. — Ну, последнее, что я смотрела, это вот, как же это, театр «Самарта», что ли, он называется. У нас есть такой чайка, мне очень понравилось. — Театр нравится, но сейчас мы уже редко ходим. — Возраст. — Возраст. — И совсем интересные цены. — Ну, не так часто. Я не помню. Даже, мне кажется, я в Москве был последний раз, мне кажется. По работе был. Ходил на известных актеров, но забыл на каких. — В последнее мы ходили на Аперепту. — На Аперепту. В том году. — А, нет. В оперный театр. Очень понравилось. В московский приезжал летучий муж. — Да. — По-моему, да. Так не очень часто мы посещали, к сожалению. — Ни разу не ходил в театр, но хотелось бы. А что-нибудь? — Периодически. Периодически со школы ходили. На чайку ходили. Но тоже все равно редко. — Ну, на самом деле, в театр я хожу не часто. Где-то раз в год времени вообще не хватает. — 202-11-22. Телефон нашего прямого эфира. Кому-то он пригодился. Есть у нас звонок в студии. Здравствуйте. Как вас зовут? — Нина. — Нина, еще раз. — Нина. — Очень приятно. Скажите, пожалуйста, вы французской культурой увлекаетесь? Быть может, кухня близка вам французская? — Ну, культура, наверное, может быть, произведение, бальдака. — Произведение. Хорошо. Ну, это тоже замечательно. — Да. — Ну, быть может, знаете географию Франции? Какая река самая длинная во Франции? — Лара. — Есть такой ответ. Есть такой ответ, да. Он верный. Билет в кино, киномечта. Два билета, любой сеанс. Именно это ваш подарок. Спасибо большое вам за звонок. Что ж, ну, давайте подводить будем итоги нашей беседы. Немножечко еще по гостям пройдемся, потому что действительно очень много встреч организует Алянс Французская в Самаре. Кто эти люди? С кем встречаемся? — Что говорить о приглашенных гостях, там будет также француз, который обязательно расскажет о традиции празднования Божолей-Нуво? — Ну, это будет 20 ноября в отеле «Ибис». — Это будет 20 ноября в отеле «Ибис». — И что касается литературных встреч, то приедут авторы, это три человека. Один из них это автор комиксов. С ним встречи состоятся 30 ноября. И 23 ноября будут также встречи с авторами исторической книги Лоранц Кентен и Катрин Рейсер. — И это книга, которая будет переведена на русский язык. — И конечно же есть уже книги на русском языке автора, о которой мы сказали, Эмили Браво. — И закончим мы наш фестиваль выставкой в галерейного пространства с 8 декабря, с 8 по 19 декабря. — Это «Франция» в рамках рекламных афишах. — Вам спасибо большое за мега интересную программу. Надеюсь, что действительно найдет отклик от зрителей. Не только надеюсь, это действительно будет так. Будет очень много любителей французской культуры после этой французской осени. Спасибо вам большое. Универсальный формат говорит вам до свидания, до следующего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова